Просто замечательно. Я очень рад этому. Спасибо. Успех вам. Партификатически. Да, да, да. Я скажу два-три слова. Пожалуйста, конечно. Да, может, мы с ним будем. Уважаемые коллеги, Иван Александрович, Илья Владимирович Аркадьевич, действительно, это очень высокая ответственная награда в этот год, когда мы отмечаем 153-е, гениальным ученым. Его научный вклад еще до конца не оценен. Но в нашей стране, а не тем более за рубежом. Но важно, что Владимир Александрович Вернадский был очень гением, предвосхитил развитие человеческой цивилизации. Очень важно, что Владимир Александрович сумел увидеть действительно взаимосвязь живого и неживого. Сумел увидеть взаимосвязь и древотворяющую роль в этом разуме. Мне особенно приятно, что Владимир Александрович Вернадский, будучи профессором Московского университета, читая 110 лет назад лекции в стенах университета, впервые начал размышлять о глобальных, общепланетарных процессах, об их взаимосвязи. Стал размышлять о развитии планеты нашей, Земля, как целого, некой сущности, где и живая жизнь, где биосфера, где неживая костная материя, в итоге их взаимодействие порождает нечто новое, которое называется новым разумом. И образует таким образом некий новый этап в развитии нашей планеты, а значит и в развитии материи. Для меня лично было очень важно, что, будучи молодым школьником, я побывал в тех местах, где Милаин Александрович под руководством своего учителя Великого Вокучаева проводил свои первые студенческие практики. Это было на севере Нижегородской области, есть их мест родом. И вот он, будучи студентом, проводил первые геологические и палеопологические сборы, сделал свою первую статью, посвященную ископаемому организму. Я нашел эту статью, которая находится в архивах геологической службы Горьковской области. И было видно, что уже тогда Горнацкий, несмотря на то, что мы его знаем уже как мыслителя, высочайшего полета, очень педантично подошел к описанию вроде бы небольшой, но очень важной научной находки. Было видно его неодолимая тяга к знаниям, способности познать вот все сущее на этом свете. И, конечно же, Владимир Иванович, это не просто великий ученый, это же выдающийся организатор, блестящий педагог. Ведь без него не было бы вот той силы и мощи Советского союза, Иридиевый институт, его участие в студенческих кружках, участие в общественно-политической жизни нашей страны. Он всегда был на передовой. Сколько сил, сколько энергии, сколько действительно удивительного задора человеческой души и как он все переживал тем страшным событиям, которые происходили в нашей стране. И при этом ему удавалось, благодаря, конечно же, его силе интеллекта оставаться, так скажем, полезным, нужным и даже необходимым, как говорится, и царскому режиму, и советской власти, и быть и статским советником, быть кадетом, быть членом Временного правительства, быть в итоге лауреатом Сталинской премии. Это действительно человек, который сумел пережить многое многих. А его идеи переживут, конечно же, многие поколения людей, живущих на этой планете. И надеюсь на это, что его идеи станут действительно светлым, указающим путем в плане прогресса и развития человеческого общества и цивилизации. Спасибо большое за эту высокую награду. И действительно, давайте еще раз вспомним добрыми словами нашего великого соотечественника Владимира Ивановича Вернадского. Спасибо. Орденом награждается также Махутов Николай Андреевич, но я его что-то не вижу. Я его хорошо знаю, мы вместе работаем, если он будет здесь, то, пожалуйста, передайте и наградите его, Юрий Владимирович, нашего имени. Очень достойный человек. Если его сегодня не будет, то, Елена Валерьевна, если вдруг не будет, то возьмите, и мы его 12-го на Общественном Совете Ростехнадзора наградим. Потому что он еще и член Общественного Совета Ростехнадзора, который я возглавляю. Но он сегодня будет здесь. Рамишевская Наталья Михайловна, член Корран. Тоже нет. Ну, мы оставим здесь награду. Махутов, если не будет, тогда на Общественный Совет. А Рамишевская, знаете, здесь не будете. И Таренко Михаил Леонтьевич, академик, РАН. Вчера был, сегодня нет. Ну, тоже самое. И особо мне приятно сейчас наградить Урсула Аркадьевича, с которым нас связывает очень много, много, я даже не знаю сколько, но много очень лет. Вот такой совместной работы по экологическим вопросам. Вы знаете, я много лет был, возглавлял комитет по экологии Государственной Думы два срока. До этого шесть лет комитет аналогичный Совет Федерации. Мы у нас и всегда, мы слышали Урсу, он всегда, как говорится, был на уху, всегда был у тех процессов, которые называются экологией. Я искренне вас поздравляю и благодарю за тот вклад, который вы вносите в это. Я вам скажу, что это один, но опять без наших учтений. Хотя мы с ним знаем. Я хотел бы сказать несколько слов. Действительно, мы с Владимиром Советовичем знакомы еще всех времен, когда он возглавлял комитет по экологии в Государственной Думе. Мы там вместе работали, готовили законы и развивали вот это экологическое направление, которое, собственно, развиваем и сейчас. Ну, мне хотелось бы поблагодарить руководство Урсу Экологического фонда в лице его президента и сотрудников. Я давно, практически с самого начала сотрудничею с фондом, с Экологическим фондом имени Вернадского, и уже получал высокие награды. В 2000 году это была медаль Вернадского за вклад в устойчивом развитии. В 2004 году это была Национальная экологическая премия имени Вернадского и ряд других. Я очень благодарен фонду, надеюсь, что в дальнейшем мы тоже будем сотрудничать. И огромное спасибо персонально за вот это вот. Мы будем сотрудничать, без всяких сомнений. Сейчас я секундочку вам отдам это предоставление. Спасибо. Здравствуйте. Дорогие друзья, фонд Вернадского, имеющий статус при Организации Объединенных Наций, в этом году провел очень много мероприятий, в том числе за рубежом. Целая группа русских ученых, российских ученых выезжала во Францию, где в ЮНЕСКО провели конференцию, потом провели конференции в Чехии, в Германии. В Украине очень много проведено этапов, так называемых параллелей Вернадского. И мы награждали, награждение мы свои начали с одного из самых знаменитых ученых нашей современности, Бориса Евгеньевича Патона, 94-летний юбилей которого, вот, было буквально несколько дней назад. И на сессии Академии наук в день 150-летия Вадима Ивановича Вернадского мы наградили того, который главляет Академию уже долгие-долгие годы, это Борис Евгеньевич Патон. Человек легендарный, человек, связавший науку с практикой. Это институт, так называемый, электросварки, который вовсе уже вырос за пределы только сварки. Там электрошлаковый переплав, металлургические процессы, материаловедение и так далее. И в силу того, что я в таком же отделении нашей Академии наук, я очень хорошо все это знаю, вот, начали награждение с них. Сегодня мы хотим наградить четырех участников международной конференции, наших иностранных коллег. Это, прежде всего, Джан Шохуа, председатель организации поддержки глобальной цивилизации, иностранный член нашей Академии, председатель оргкомитета Конгресса. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, мне особую честь и особое удовольствие заставляет то, что награждаю представителя нашего братского китайского народа. Мы пережили различные периоды, и я был свидетелем этому. Была и раннее дружба, и сейчас замечательные отношения. Это очень и очень для нас ценно. Поздравляю вас. Спасибо. Поздравляю вас. Я буду носить эту медаль. Думать о идеях Вернадского и вносить их в деятельность организации по поддержке глобальной цивилизации. Я из Китая. Я буду прилежно изучать идеи Вернадского и привезу их в Китай. Еще раз благодарю фонд. Следующий иностранный, учрежденный, Дэвид Мэйлиан, профессор из Великобритании. В следующий иностранный, Дэвид Мэйлиан, профессор из Великобритании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо большое. Продолжение следует... 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 величайший ученый, помогут нам сегодня в нашем развитии и познании. Товарищи, что получат, господа, которые будут, Ирина Валерьевна, продолжить. Я, к сожалению, должен уйти на съезд. У нас идет съезд по охране окружающей среды. 3000 делегатов, очень много там мероприятий. Я там принимаю участие. Так что еще раз всех поздравляю. Желаю успеха в работе Конгресса. Все будет хорошо. Всего хорошего. Спасибо. Ну а сейчас мы надеемся обратили внимание, что у нас много времени. Поэтому все развивающие, ну а в дальнейшем, это не предупреждение. Ну а поскольку, когда вы пытаетесь сейчас благородить, благородить свое служебное и радостное положение, я сам, так сказать, сегодня начну дать себе слово и, так сказать, с докладом. Ну, пятиминутным. Естественно, что я его буду, так сказать, в таком тезисной форме выражу. Учение, доклад называется «Кноосферная цивилизация через устойчивое развитие». Я хотел обратить внимание только на ту часть доклада, которая связана с современным пониманием учения Вернадского. До появления концепции и стратегии устойчивого развития учение на сфере развивалось в одном направлении сейчас, хотя это учение является тоже одной из методологических основ становления концепции устойчивого развития, это всем хорошо известно, но существует сейчас и обратный ток знаний от концепции устойчивого развития к учению на сфере. И в этом смысле сейчас как бы наступает такой неклассический этап развития учения на сфере. Если, значит, первый этап Тея-Леруа, Теяр-де-Шарден и Вернадский, это был классический такой как бы этап, то сейчас наступает неклассический этап, на мой взгляд, по крайней мере, я такой, я с тобой сказал, 5 лет, наверное, 15-го назад. Вот, и мне кажется, что вот именно концепция ноосферы, концепция устойчивого развития является тем вкладом в учение на сфере, или как мы сейчас более называем, по-современному называем, ноосферное исследование. Вот, и наступает такой вот неклассический этап. Мы считаем, в общем-то, что, по крайней мере, сейчас становление ноосферы будет происходить через устойчивое развитие. И это, наверное, точка зрения правильная. Где-то, так сказать, лет 20 такая точка зрения нами была высказана. И она, в общем-то, подтверждается. Действительно, сейчас все больше устойчивое развитие, которое начинает развиваться благодаря усилиям Организации Объединенных Наций и тех, кто, так сказать, следует ее рекомендациям, это очень, так сказать, приобретает такую ноосферную ориентацию. Ну, кроме того, что ноосферная цивилизация будет развиваться через устойчивое развитие, я хотел бы обратить внимание на второе очень важное такое направление – это становление информационного общества. Именно в этом направлении тоже идет развитие, так сказать, интеллектуального фактора. И появление ноосферы прежде всего заявит о себе становлением глобального информационного общества, в котором появится так называемый коллективный ноосферный интеллект, который, в общем-то, сможет реализовывать глобальное управление, потому что переход к устойчивому развитию требует становления глобального управления, и также, как и дальнейшее становление ноосферы. Я думаю, что именно становление глобального ноосферного интеллекта и будет знаменовать первый этап становления ноосферы, которую я назвал инфаноосферой. Второй этап я связываю с решением глобальной экологической проблемы и рядом других глобальных проблем. Дело в том, что переход к устойчивому развитию – это, конечно, не только решение глобальной экологической проблемы, – это одновременное решение всех глобальных проблем. Вот именно поэтому и глобальное исследование выступает у нас на первый план, потому что решение этих проблем связано с переходом к устойчивому развитию. Ну вот на этом я, наверное, постараюсь остановиться. Я думаю, что у нас есть опубликованные наши, так сказать, статьи в журнале «Партнерство цивилизации» номер 4, и там можно, так сказать, прочесть. И к тому же я призываю и других докладчиков, чтобы они остановились только на тех проблемах, которые они считают наиболее важными. Спасибо. 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 Я предоставляю слово, значит, по части гостер-хауса, который называется «Доклад вопроса человека в космосе». «Доклад вопроса человека в космосе». Спасибо. 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 Ну, добрый вечер. Я хочу поговорить о Гвеннадске и Эксел-эйке. «Эре совершенства». Несколько людей стали пионерами в области нескольких дисциплин. Он очень знаменит, Вернадский, не буду о нем останавливаться. Он изобретатель ноосферы, концепции ноосферы. У них есть… Были его друзья, были другие ученые, которые работали с ним. Это Ярдыш Арден. Он работал как бы совсем по-другому. В другом тоже ученый, но он в то же время верующий человек, человек, представляющий… И тоже выступил с новыми идеями о ноосфере, которую он разрабатывал с Вернадским, о повороте и как их можно применить, опрокинуть к религиозной области. Он говорил, вы мыслите в системе координат развития, как Дарвин, как другие философы. Как можно притворить их в мир религиозных представлений? И он помог, с его помощью был преодолен дуализм с верованиями, он фиксированными верованиями о вине человека и преодолел тот разрыв между эволюцией человека, что человек – это не зафиксированное существо, оно продолжает развиваться. Он помог превратить в незавершенность человеческой натуры в парадигму развития. Вернадский в России очень далеко, а Шарден во Франции – они очень далеко. Во Франции и Хайзенберг в Германии. Совершенно в другой области он развил Гильдельберг квантовую физику, которая изменила ньютоневскую классическую физику Ньютона, которая начинает сейчас развиваться и приобретает все больше и больше значимость в наше время. Эти три личности, эти три пионера, новые парадигмы, новые эпохи развития науки, которые сейчас помогают нам. Одно из убеждений Теяра де Шардена состояло в том, что человек, как это по-английски будет, несет ответственность за свои деяния, за свои действия. И эта ответственность способствует развитию его сознания. Мы должны иметь это в виду тогда, когда мы что-то делаем. Хотелось бы быть очень краткой. Спасибо вам, надеюсь, мне это удалось. Валерий Иванович Кушлин, профессор, deputy, специализм, department of the Russian Residential Academy, significance of North Sea and mythology of Владимир Иванович Вернадский to overcome the contradictions of the crisis stage in the modern economy. Валерий Иванович, head of the chair in the Academy of National Economy. I want to take from here and go on those presentations, which were already heard, and now Arkadyur Su has already started talking about it. Валерий Иванович, в связи с особым годом Вернадского, вспоминаем многое, да? Ну, и, конечно, каждый, какой бы специальности ни принадлежал человек, ученый, он обязательно вспоминает его учение о наосфере. Ну, и мне хочется сказать, что фактически, хотя это не было каким-то оформленным его открытием, и он, собственно, не претендовал на это, вот, но это вот его учение, на самом деле, о наосфере, не просто некая концепция, да? Не просто некая идея. На мой взгляд, это все-таки, можно ее определить как систему взглядов на мир, как целостную методологию, то есть как систему подходов и методов изучения сложнейших проблем мироустройства. Ну, и в том числе, я думаю, и я уверен, что она сегодня, эта методология открывает возможности для лучшего понимания проблемы устойчивого развития. Ну, вот я поэтому, так сказать, я заглавил вот так свой доклад. Следующий, пожалуйста. Ну, мы знаем с вами, что его, эта вот идея о наосфере опубликована в его труде «Научная мысль как планетарное явление», причем это было написано в 37-38 годах, а опубликовано было лишь спустя много лет, да? Ну, и, в общем-то, на самом деле, это первый во всей мировой литературе опыт в общении вот эволюции планеты как целостности, как единого космического, геологического, биогенного, пропагенного процесса. Следующий. Ну, и вот я хочу оттолкнуться вот от этих, как бы, его слов, особенно от последнего, что в биосфере существует великая сила, да, космическая сила, и эта сила есть разум человека, устремленный организованной волей его как существа общественного. Ну, и вот зададимся вопросом следующий. Зададимся вопросом. Спасибо. Вот способен ли сегодня разум человека и его организованная воля как существа общественного найти достойное решение в условиях вот нынешних, в условиях нынешнего кризиса? Ну, я привожу здесь слова выборочно Эммануила Балерстайна, известного всем нам человека, да, и его вот такие очень жесткие оценки того, что сейчас началось, вопрос и его перспективы этого явления, названного глобальным кризисом. То есть система заходит в тупик, констатирует он, из которого миру трудно выбраться. Следующий. Ну, про кризис написано много, хотя, может быть, и недостаточно. Я просто вот хотел обратить внимание на четыре, так сказать, пункта. Ну, во-первых, конечно, это кризис потребительства. Дальше. Это кризис перепроизводства, но такого перепроизводства, когда имеется гигантское расслоение на земном шаре между людьми и даже в отдельных странах по распределению и благ, и ресурсов. Дальше. Это гигантские энергоэкологические дисбалансы, которые как раз угрожают осуществимости устойчивого развития. Ну, и еще, в общем-то, хотел сказать, что это утрата, по сути дела, на определенном этапе имеет место в вере в науку и в НТП, в научно-технический прогресс. Ну, не зря появилось понятие «инновационная пауза». Хотя, может быть, это и спорно. Ну, и, то есть, в общем-то, некий мировоззренческий тупик. Следующий. То есть, мы сегодня стоим перед необходимостью ввести дополнительных животворных импульсов в концепцию устойчивого развития, которая, вроде бы, обсосана уже, да, всеми. И, наверное, вот, собственно говоря, и здесь и может поможет методология Вернадского. Но вопрос заключается мой в следующем. Насколько сейчас возможны глобальные проявления вот этого разума, о котором говорил Вернадский, и организованной воли человека? Или же речь идет все-таки о неких локальных проявлениях этого дела? Следующий слайд. Почему я говорю об этом? Потому что мы, в общем-то, с вами видим, что глобализация сама по себе несколько померкла в своем ореоле, да, хотя она живет, но она несколько померкла. И мы с вами видим новые тенденции, связанные с локализацией тех же США, та же сланцевая революция, которая дает новые возможности американцам. Дальше, возвращение в страну, в Америку, реального производства, которое они раньше сбрасывали в развивающиеся страны. Дальше, это раскупоривание энергозапасов, да, которые они берегли. И есть некие не афишируемые научно-инновационные приготовления, которые мы почему-то не очень замечаем. Но нет времени об этом говорить. Дальше, мы имеем в виду сосредоточение в Китае как бы на своем развитии и обеспечение этого развития, да, ради своих интересов. Ну и та же политика евроинтеграции, при всех ее недостатках, это, в общем-то, тоже локализация, да. Пожалуйста, дальше, дальше. То есть, вот мы с вами, я просто иллюстрирую, иллюстрирую, вот как развивалась эта сланцевая революция. Сегодня уже треть общего производства газа – это сланцевый газ. И вот перспективы здесь показаны. За пять лет развивалась приросты сланцевого газа, равнялись более чем 35% в год, прирост. Более 35% в год. Дальше, пожалуйста. Ну, это, может быть, уже не будем комментировать. Ну, теперь дальше, самое главное, что мне хочется сказать. Как быть дальше? Мы видим, что растут, естественно, растут быстрее, чем в среднем мире, затраты энергоресурсов и других ресурсов в развивающихся странах. Тут вот показаны эти цифры, да. Но кто, дальше ясно, что это отражается отрицательно на экологию. Кто должен понести основную нагрузку в мировых стратегиях устойчивого развития? Пожалуйста, дальше. Вот, ну, как бы, диаграммка, показывающая удельный вклад в общие выбросы диоксида углерода. Я заканчиваю, да. Я чувствую, что вы не сейчас будете стучать. Заканчиваю. Нет, не будете, да. Значит, вот этим таким кремовым цветом это показано, как доля населения соответствующих стран, а таким, значит, фиолетовым, да, лиловым показано выбросы, их долю выбросов. Мы видим, что как это у американцев складываются самые большие выбросы и какое соотношение, да, между населением и выбросами. Ну, у Китая, как бы, население намного больше, но и выбросы поменьше, чем у американцев, да, но тоже большие. Да, ну, а остальные страны, в общем-то, им еще догонять и догонять по выбросам, да, чемпионов, прежде всего, американцев. То есть, в общем-то, следующий, пожалуйста, слайд. То есть, есть заманчивая мысль, что раз развивается быстрее и быстрее, как бы, соответственно, выбросы больше у развивающихся стран, вот им и отвечать, да. Ну, надо учесть уровень, в котором они находятся. Вот, это немногие люди, вот, пожалуй, только я у стиглица нашел, который ясно говорит, что главное время должна быть возложена на преуспевающие, развитые страны. А другие по-другому, в общем-то, мыслят в значительной мере. Дальше, пожалуйста. Дальше. Вот, еще дальше. То есть, вот, мировые сценарии, в общем-то, они очень интересные. Вот, четыре сценария, да, программы ООН по окружающей среде. Первый, это явно рыночный такой сценарий, то есть, как бы, тот, который сейчас идет. Ну, лишь четвертый, как бы, он фактически базируется на концепции устойчивого развития. Но, более всего, дегласно, не то, что пропагандируется, а проводится. Третий сценарий, так называемый, приоритет безопасности. То есть, он базируется на том, что те, кто хорошо сейчас развивается, у кого уже есть технологии природозащитные, вот пусть он и переваривает все мировые ресурсы. Вот. То есть, фактически, сохранение той же концепции эгоизма. Индивидуализма и эгоизма в развитии. Вот. То есть, на самом деле, получается, что, предполагается, что как раз вот то, о чем говорит Стиглес, на самом деле, это пока слова, в общем-то, которые не очень находятся в развитии, в реализации. Ну, и, уже учитывая фактор времени, дальше, пожалуйста. Дальше. Еще, пожалуйста, дальше. То есть, вот мы с вами должны учитывать, вообще, стартовые моменты. Вот здесь показано удельное потребление энергии для души населения в ряде стран. Ну, видим, вот Россия стоит, это правый самый, так сказать, прямоугольничек, да, и тоже рядышком США, Канада и Норвегия. Почему именно эти страны? Ну, США, понятно, а Канада и Норвегия, это близкие по климату страны, да. Вот у них удельное, так сказать, потребление на душу населения электроэнергии, а рядышком Россия, да, мы хотя и больше, чем в среднем мире, но для того, чтобы нам энергосберегающие технологии внедрить, нам, в общем-то, надо энерговооруженность повысить, труда, и фондовооруженность труда повысить, а это огромные затраты. То есть, мы с вами должны понимать, что проблема устойчивого развития, она не может решаться вне вот этих стартовых различий, и России, как крупной страной, обладающей большой территорией, еще, пожалуйста, дальше, можно и нужно развиваться быстро экономически. Вот, пожалуйста, так сказать, некий срез, показывающий уровень сохранности естественных экосистем, так сказать. Вот, в России, как бы мы плохо не хозяйствовали, в экологическом смысле слова, но пока у нас уровень сохранности естественных экосистем на порядке выше, чем в Европе или где-нибудь еще. То есть, нам можно и нужно развиваться быстро, разумеется, ориентируясь на энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. И сейчас я с вами представляю профессору Гампусси. А далее, мы делаем еще команды ученицы от родителей Союза-донименов, земли, вишни и датунами, следствия, связь между процессами в природе и в обществе. Спасибо. Во-первых, я благодарю организаторов за приглашение выступить на столь представительном конгрессе. Следующий, один и второй. Моосфера Вернадского предполагает гармонизацию природы, общества и отдельного человека. Поэтому повестка дня очень актуальна. Для того, чтобы оздоровить людей и биосферу, необходимо знать причины их недугов. Я остановлюсь на вопросе связи между человеком и тремя окружающими нас средами – природной, антропогенной и социальной. Этот вопрос разрабатывается в междисциплинарном атласе временных вариаций природных, антропогенных и социальных процессов. Вот он. Это уже пятый тон, изданный в этом году. Там лежит еще несколько экземпляров. Пропустите несколько слайдов до картинки. Вот эти атласы. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот. И в атласе принимало участие больше трехсот человек. И в нем принимали участие такие ведущие ученые, как Лаверов, Яншин, Моисеев, Капица, Яковец. И один из томов посвящен памяти Вернадского и Чижевского. Дальше. Мы исследуем и сопоставляем динамику процессов, происходящих в природе и обществе, и пытаемся найти причинно-следственные связи между ними. Исследована динамика нескольких тысяч временных ледов. Я покажу сейчас некоторые из результатов. Вот антропогенный фактор. Следующий. Это наверху, наверху у нас сток, то есть объем воды в Аральском море, наверху, а внизу сток воды в Аральское море. Мы видим, что эти графики очень хорошо коррелированы, а сток воды в некоторые годы доходил до нуля. Все расходовалось варварски. Следующий. Добыча синего кита. Это самый крупный кит в тысячах голов. И вот мы видим, что с 15 тысяч добыча уменьшилась до одного экземпляра и стали переходить на маленьких, на более меньших китов. Дальше. Значит, вот здесь такая интересная картинка. В каждом сентябре 1993 по 2000 годы, по 1999 год, количество криминальных случаев в России, в Москве увеличивалось. В сентябре, значит, криминальные случаи увеличивались. Это было каждый год, кроме 2000-го, когда сгорела Останкинская башня, люди стали меньше смотреть агрессивные телевизионные передачи и стали меньше хулиганить. Дальше. Значит, следующий. Природный, климатический, сезонный фактор, ритм и социальный, недельный ритм. Это такие воздействующие факторы. Вот, например, в скорой помощи показываю дальше. Вот здесь приведены временные ряды с суточным опросом для разных заболеваний. Мы видим вот эти крупные колебания, это годовые, а мелкая дребезга, это недельные. Годовые есть во многих временных рядах, ну, кроме некоторых. А недельные есть буквально во всех, и они обусловлены социальными факторами. Следующий. Ну, вот это еще пример. Вот там, где выбросы, это ОРВИ и грипп. Остальные, значит, либо с годовыми ритмами, либо вообще без ритмов. Следующий. Это вызовало дифференциации по возрасту и полу. Вот мы видим, что вот слева картинка. Женщины это розовые, а мужчины темные. И мы видим, что с 15 до 30 лет мужчин больше заболевает. Потом, следующая группа, до 60 лет мужчин заболевает меньше. А потом, уже в более пожилом возрасте, мужчин заболевает в несколько раз меньше, чем женщин. Ну, и так далее. Подобных картинок в атмосе очень много. Сезонный ритм следующий. И еще следующий. Сезонный ритм обусловлен разницей в динамике температуры и воздуха летом и зимой. Вот зимой в течение суток перепады могут достигать 30 гектапаскалей выше. А вот никогда перепады более 10 гектапаскалей начинаются вызовы скорой помощи. Вот эта картинка подтверждает это. Я на ней останавливаться не могу. Недельный ритм. Дальше. Недельный ритм. Вот здесь видна вторая снизу. Вторая сверху диаграмма. Это показано существование недельного ритма, который есть буквально у всех заболеваний. Дальше. Это очень интересные данные по жаркому лету 2010 года в Москве. Вот вызовы скорой помощи в Москве по нервным заболеваниям, инсультам, гипотонии и ангини. Вот эти заболевания, ну плюс воспаление легких, вот люди склонные к этим заболеваниям имели максимальные, то есть для таких людей был максимальный такой выброс вызова скорой помощи, а гипертоники, как ни странно, и как ожидали даже многие медики, гипертоники и сердечники этого не почувствовали. Дальше. Ну, здесь приведены данные по атмосферному давлению сверху в Москве во время урагана 1998 года. Мы видим, когда происходил спад давления, на нижнем графике мы видим возрастание. Это вызовы скорой помощи по случаю гипертонии. Потом дальше по времени давление возросло, потом снова упало, и снова возросло количество вызовов скорой помощи. Основной вывод. Показано, что системное и сопоставительное изучение динамики процессов в природе и обществе должно явиться частью общего плана гармонизации природы и общества. И считаю необходимым проведение системного медико-экологического мониторинга в разных масштабах пространства и времени. Предлагаю создать серию атмосфер временных вариаций для разных регионов земного шара. Соответствующие предложения передаю в Ордкомитет. Спасибо. Вы не готовы, да? Если не готовы, тогда я предоставляю слово Абдееву, доктору философских научных кандидатов, профессору Абдееву Багибау. А, есть? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В космической ситуации Также мы прекрасно понимаем существование таких проблем, как негармоничное распределение богатства во всем мире, существование угроз, касающихся защиты информации человека, также негативного влияния интернета на жизнь молодых людей. Мы должны понимать, какие кризисы сейчас происходят в экономической, культурной, экологической среде. И здесь нужно обратить особое внимание на экологическую составляющую, особенно на экологию человеческого мышления. Это очень важно, поскольку экология человеческого мышления является основой для решения экологической ситуации вовне. Нужно сначала разрешить экологические вопросы внутри нас самих, а только потом заниматься решением вопросов экологии снаружи. Сейчас наша прекрасная планета находится под угрозой экологической катастрофы. Можно увидеть, как душа, которая символизируется белым цветом на полотне, испытывает вредное воздействие со стороны ядов разного рода, которые символизируются темными пятнами. Мы считаем, что человек должен изменить свое отношение к современным ценностям, как на уровне духовности, так и на уровне морали. Нужно посредством пересмотра ценностей сделать все для разрешения вопросов экологической ситуации. Необходимо достичь единства мнений по вопросам, касающихся внутренней экологии человека и вопросам, касающихся защите экологической ситуации вовне. Уважаемые гости, необходимо любить себя, любить свою семью, любить свое государство и любить всю нашу планету. Необходимо отложить расовые противоречия, религиозные противоречия, противоречия между поколениями. Только так мы сможем решить те кризисные явления, с которыми мы столкнулись. Спасибо. Возможности, чтобы сказать, поздороваться со всеми друзьями, чтобы у вас очень все хорошо прошло в Москве. Вопросы экологии наиболее сложные для всех сегодня на этой планете. Разрешение этих проблем, это ситуация жизни и смерти для всех нас. Более и больше людей понимают, осознают необходимость устойчивого развития в экономике. И много делается в этом отношении. Но улучшений пока очень мало. Профессор Бернацкий осознал эту необходимость. Цель этого Конгресса – посмотреть, что делается для того, какие есть лучшие решения на этом пути. Я удивлен, насколько, я потрясен, насколько подробны эти предложения. Профессор Джан, председатель организации «Способственные глобальной телеза». Спасибо, профессор Джан, за те решения, которые вы предложили. Увидимся в следующий раз. Спасибо и привет. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok В докладе называется «Системный теоретический подход к глобальному разведу, что еще разница к цивилизации». Ну, подготовиться вам Дейн Го, профессор Китая. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я представлюсь. Я участник запуска первого спутника и главный конструктор первого ЦУПа в Советском Союзе. Ну, это я 25 лет отдал системе развитию космической техники, а потом заключился философию. В 69-м году мной был открыт новая модель процессов развития в виде сходящейся спирали развития Абдеева. Она поняла классическую философию на рельсы информатики, кибернетики и синергетики. Впервые философия стала такой прагматичной, аналитической, богато иллюстрированной. И она, в конце концов, был создан после 25 лет исследования, в 1994 году была издана монография «Философия информационной цивилизации». Вот вы откроете там книгу. Она получила очень большой резонанс, и я был приглашен, объездил 30 городов Советского Союза, по обузам читал этот курс в течение многих лет «Философия информационной цивилизации». Вот эта книга вышла 25-тысячным тиражом и стала первым научным бирселлером философии. Вот эта прагматичная философия показала… Да, открытие, открытие, вот покажите следующее. Это заголовок моего выступления. Дальше, 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 дальше. Еще дальше. Системный кеморролитетский подход. Дальше. Сходящийся с первой развития. Товарищи, в течение 150 лет в философской науке существовал старый стереотип мышления, что модель развития в виде раскручивается по вертикальной спирали развития. Она 150 лет перепечатывалась в философских словарях. Она вызвала у нас в военных кибернетиках недоверие, потому что эта модель развития, она без единого параметра. Она раскрывает… Она названа как спираль раскручивающей. Спираль, она показывает… Бесконечное чередование скачков. То есть, скачки, скачки – это просто не наступает никакого эволюционного этапа развития. Вот это, сходящийся с первой… Следующий, следующий. Она получилась реальным построением в координатах энтропии информации, где показаны для каждого момента развития… Следующий… Я все не плохо вижу… Сходя сейчас с первой развития… Для каждого момента развития известны… Сколько там осталось энтропии, сколько… Как идет процесс… Скачков становится меньше, и постепенно идет после трех-четырех скачков, наступает эволюционная стадия развития, потому что с каждым скачком по мере накопления информации энтропия уменьшается, и система постепенно переходит к сходящейся спирали… К сходимости… Это параметр… То есть, это символ устойчивого развития сходимости системы к оптимуму… Вот там покажите… Она была построена на примере развития ВМ… Там таблица по табличным значениям… Она сразу стала общепринятой… Сняли старый стереотип учреждений во всех философских словарях… Вот… Эта модель… Модель… Была сразу воспринята… После выступления моих на конгрессах… На конференциях по философии… И она показала… Что… Она показала… Сходимость систем… То есть, системы… По мере накопления информации… По мере накопления опыта… Все системы… Структурные и функциональные отношения… Стараются… Были упорядоченными… И меньше скачков… И уменьшается число… Таких… Резких скачков… И… Наступает эволюционная стадия развития… Она показала возможность… Возможность… Прогнозирования… Прогнозирования… Развития… Постепенно… И… В начале этого века… В 2005 году… Я рассмотрел… На основе сходимости… Сходящей со спирали… Многие процессы… В природе… С родственными… И оказывалось… Что множество процессов… Имеют такую… Тенденцию… К уменьшению… Своих… Противоречий… К устойчивому… Развитию… И вот… На… Всемирном… Конгрессе… Ран… 2003 апреля… Прошлего года… 2012… 2012 года… Я это… Рассказал… Эту… Свою… Идею… И… Она была… Тоже… Принята… И… Получила… Публикацию… В сборнике… Докладов… Всемирной… Конференции… Всероссийской… Конференции… Прошлого года… Теперь… Теперь… К теме… Докладов… Товарищи… Я только перечислю… Что… Заголовку… Открыто… 10… 10… Направлений устойчивого развития… Это… Феномен… Управления… По… Это… Важнейший фактор… Устойчивого развития… Потому что… Использование… Первого… Второго… Контрообратных… Связей… Система становится… Самоорганизующейся… Самосовершенствующей… Если… Система использует… Информацию… По обоим… Контрообратных… И даже… Она не нуждается… Перестройка… Даже не нуждается… В модных… Сегодня… Перезагрузках… Потому что… Каждый раз… Добавляется… Много… Много знаний… Опыта… И нет… Необходимости… Перестраиваться… Ошибок… Нет… Ошибки… Не допускаются… Второе… Если можно… Только перечислить… Да… Перечислить… Да… Второе… Э… 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 Второе… Эволюция менеджмента… В двадцатом веке… По мере развития НТР… Откройте… Эволюция менеджмента… Там три… Три этапа развития менеджмента… Это… Public relations… Потом идет… Использование… Использование человеческих ресурсов… И третье… Э… Э… Организационный гуманизм… Только я… Так слушать дальше… Вы же опаздываете… Я же сказал… Перелистывайте все листы… Дальше… 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 Вот показали сконящийся спираль… Три… 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 Прямоугольника… Внизу… Третий… Тр. Всё… Сейчас заканчиваю… Тр. Тр. Три… Процессы соморганизации к оптимуму… Микро… Микро уровня метро структуры… Четвертый… Тр. 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 государственных структур, на примере Сангабура. Пятое. Вклад в математике, в активизацию процессов. Это раскрытие важности существа золотой пропорции. Шестое. Золотая пропорция в живой природе. Она там нет схемы, рисунка нет. Восьмое. Седьмое. Тенденции к мировой экономике, к оптимуму. Слушайте, мировая экономика тоже стремится, если смотреть, таблица там, дальше, дальше, стремится к оптимуму, к золотой пропорции. Это структура государств из Пяти колец. Дальше. Дальше. Ещё. Мне слово перелистывайте ли за листом. По порядку. Ещё. Тенденции мировой экономики... Нет, это раньше ещё, раньше немножко. Тенденции мировой экономики золотой пропорции. В соотношении государственной и частной собственности стремится опять к золотой пропорции. Две трети. Восьмое. Оптимизация... Да, седьмое. Значит, тенденции мировой экономики к оптимуму в соотношении государственной и частной собственности. Восьмое. Оптимизация производственной сферы. По мере получения укрепления новых зданий по линии микроэлектроники уменьшается потребность многих трудовых ресурсов, снижения трудовых ресурсов и снижения материалов. Вот при создании тех же компьютеров, тех же принтеров, раньше много было очень... Сделать необходимо были целые заводы создали. Восьмое. Оптимизация. Так, девятки, о будущем человечества. Это, посмотрите, будущее человечества Копатрия Сахарова. Точно, в процессе смены социальной комиссии формации, вы знаете... Есть там ресурсов, вот есть такой. Постепенно капитализм, феодализм, капитализм, дальше социализм, дальше понятие сахаревской идеи использования положительных сторон социализма и капитализма в будущем человечестве. Это вроде элемент уже коммунизма. И десятый. Десятый. Децильный коэффициент тоже имеет прямое отношение к устойчивому развитию. Покажите, децильный коэффициент, там, в таблинах, в столбике. Вот, смотрите, децильный коэффициент во всем мире, в развитых странах, примерно 3-5 соотношения богатых и соотношения 10% нищих. А у нас в России сейчас 24% и даже, говорят, 32%. Все выше приведенные магистрали, которые я очень сумбурно изложил, потому что я плохо вижу, они являются научно обоснованными. Они, многие, и даже проверены на практике, на практике. Вот видите, Сингапур, 5, когда-то взаимодействие пяти независимых властей, чего у нас тут. И, несмотря на все это, наша планета Земля тревожна, все тревожнее сигналит сигнал бедствия, потому что есть очень опасные угрозы человечеству. Я только назову их пять, только заголовки. А там вы показываете по порядку листы. Александр Павлович, ваше время уже давно рискло. Я прошу прощения, конечно. Уже на двери этажа предоставлены. Ну, хорошо. Товарищ Игорь, подготовленный статья на эту тему, где все это изглазано. Я вам передавал здесь, да. Спасибо большое. Ну, и я сейчас уже отделил профессора... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В научных трудах, которые представлены, первое, это как раз вопросы, касающиеся мышления, глобального мышления в рамках новой цивилизации. Субтитры создавал DimaTorzok И мы преодолели три цивилизационного развития. И сейчас как раз находимся в переходном периоде и сталкиваемся с новым цивилизационным развитием, связанным с глобальной цивилизацией. Благодаря научному развитию, развитию инновационных технологий, все человечество будет находиться в новом пространстве. Но из-за того, что в рамках этой глобальной цивилизации между составляющими частями этой глобальной цивилизации, между несколькими разными цивилизациями существуют, К сожалению, еще существуют некоторые противоречия, которые приводят к культурным разногласиям. И это является препятствием для дальнейшего развития. Нужно решить эти разногласия. И подробности вы можете изучить в наших научных трудах, а также в статьях господина Чжан Шо Хуа. Второе, о чем я хотел поговорить, что научный труд – это результат более 40 лет научной деятельности господина Чжан Шо Хуа. И стоит отметить, что в основе научного подхода было положено не одно какое-то учение, а господином Чжан Шо Хуа был изучен вопрос со всех сторон. И в основе научного труда лежит совокупность особенностей традиционной логики. Это объединение традиционных воззрений, так и современных воззрений по отношению к научной аргументации. Также проанализирован вопрос, касающийся изменения философского воззрения. А также проанализирована современная ситуация в области науки. Также в научных трудах проанализированы особенности западной культуры, представителей западной цивилизации, а также представителей восточной культуры. А также почему существуют культурные противоречия. проанализирован путь, который преодолело человечество в направлении гуманистического общества. проанализировано то, как человек... как человеческое мышление развивалось от стадии животной сущности по направлению к интеллектуальной сущности. Также анализируется вопрос индивидуализма и коллективизма. Если бы не было индивидуальности, то не было и развития человечества. Что касается места... Что касается места человека в окружающей среде, предложено... Прононизировано подход человека к окружающей среде на протяжении всей истории человечества. А также приложены способы решения проблем, касающихся места человека в окружающей среде. Так же в научных трудах, в научном труде проанализировано вопросы космологии. Вопросы человеческой жизни, процесса жизни и смысла человеческой жизни. А также направление развития человечества в будущем. Также проанализированы вопросы в области теологии. В человечестве всегда на человечество оказывало важность влияние религия. И духом пронизаны абсолютно все стороны человеческой жизни. Весь сам человек без духа не мог бы существовать. Так... Так... Проанализированы в научном труде также вопросы человеческой веры и то, как вера в будущем, во что будет верить человек в будущем, будет влиять на развитие всего человечества в целом. Предложена концепция цивилизационного развития человека. Я считаю, что прочитав, ознакомившись с научными трудами, которые стали результатом сорокалетней деятельности господина Чан Шио Хуа, вы также сможете сделать свои выводы по отношению к той теории, которую господин Чан Шио Ха предлагал. Только что я неожиданно для себя услышал такой доклад моего ученика. Я не ожидал, что он будет говорить об этом. Ну, раз уж все было сказано, я добавлю кое-что от себя. Когда в 99-м году была создана ОПГЦ, ученые из 12 стран подготовили манифест глобальной цивилизации. Но потом мы привлекли специалистов из 30 стран. И в этом манифесте отразились результаты моих исследований. Четыре фразы. То есть, та организация, которую мы создали сейчас, это главный результат всех моих исследований. Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы с современным образованием в ряде 7-8 лет. Поэтому... Ну, немножко хочется изложить свое видение. Теория биосферы Вернадского — это выведенные основные законы гармонического развития всего живого на Земле. Вернадский, определяя основные особенности живого, Вернадский впервые писал, что человек тоже является квантовой системой, для которых характерен дуализм. То есть, организм человека — это вместе с физическим телом имеет полевую структуру, духовное тело. Гармоническое единство этих двух начал человека является неотъемлемой частью Вселенной. Вопрос заключается в том, что человек понимается не как часть единого целого, а как отдельная живая структура. Весь опыт развития науки о человеке, развития системы образования и обучения свидетельствует о том, что человек не рассматривается в органическом единстве с природой, Вселенной, а личностно, индивидуально, чем, собственно, усиливает свою дисгармонию с ним. История развития науки и осознания человека дает основание утверждать, что главным приоритетом развития общества в новом столетии должен стать человек как единая гармоническая составляющая природы, Вселенной. Важным в этом контексте является то, что именно понимание феномена человека на Земле должны сейчас объединяться все достижения науки с религиозными учениями о человеке. Любая информация свернута в генах ДНК в виде волновых энергоматериальных капсул, откликающаяся, резонирующая, узнавая знакомые образы, звуки и слова, как эхо звучит в мозгу и клетка, пробуждая эмоциональный отклик, отмечает Астафи. Космическое мировоззрение человечества еще около 550 тысяч лет назад зародилось в темном мозгу Архантропа. Затем еще более развивалось у позднего неандертальца. Человек на ранних стадиях развития был исключительно близок к природе. И это космическое знание, озарение получали избранные и устремленные в поисках истины. Сейчас в 21 веке стартовала эра беспрецедентных научных инноваций. Человек допущен к освоению биогенных технологий, во внутреннее устройство генома, в психике мозга и системе законов единого мира. Все понимают, что именно развитие мозга, управляющего действиями человека, происходит в ходе эволюции. Благодаря развитию нейронаук стало ясно, что мозг развивался постепенно, с одной ступени эволюции на следующую. Человечество не способно сразу овладевать всеми возможностями головного мозга. Этот процесс растянут в эволюционную лестницу восхождения. Эволюция головного мозга включает овладение новыми, более тонкими, высокоорганизованными контурами, нейронными ансамблями головного мозга. Что и появляется возможность усложнения мышления, улучшения сознания, развития культуры, неизбежного улучшения качества жизни, ведет к изменению мировоззрения членов цивилизации. Модернизация образования сегодня направлена на внутренние резервы человека за счет включения в педагогические методики правого полушария. Объединение преподавания обоих полушарий головного мозга, целостное мышление, многократно усилит его и откроет на них уникальные возможности способность нелинейного мышления, проектирования результатов действий, нравственность, саморегуляцию личности, природосообразное использование ее внутренней энергии. Так зарождается эволюционное новое педагогическое ноосферное образование, авторами которого является Маслова Наталья Владимировна. Ноосферное образование создается как направление в образование созвучное законом мира. Впервые отчетливо ставится цель изучать законы мира и следовать им в постижении мышления и деятельности. В учебный процесс задействуют не только функции мозга, в процессе обучения включается также тело, так как оно является биологической антенной, а каждая его клетка хранилищем информации. Таким образом, каждое занятие становится маленьким открытием себя, учить быть в гармонии с собой, понимать себя и окружающих. Сегодня мы слишком высокой ценой расплавчиваемся за то, что когда-то отвергли духовное начало, ведь из своей жизни мы изгнали силу, которая питает, укрепляет, придает смысл и значимость всему человеческому существованию. В результате отсутствия духовно-нравственной программы по воспитанию подрастающего поколения учащихся наблюдается нарушение эмоций, симптомы расстройства настроения, нарушение структуры и иерархии мотивов, нарушение мыслеобразования, нарушение критичности и спонтанности поведения. Это явление негативных психических новообразований заключается в разобщенности трех центров, а именно интеллектуальной, эмоциональной и двигательной функции, которые не дополняют и не корректируют друг друга. Сейчас главная, основная задача нового образования – обучиться новым методикам, новым навыкам мышления, освобождать из мозга вот эту неорганизованную структуру, которая нарушает всю деятельность человека, освобождать свой мозг именно от этой деструктивной структуры. Спасибо. А сейчас мы продолжим презентацию, которая предоставляется Чеснокову Вячеславу Степановичу, ученому секретарю в комиссии РАН по наследию Геннадия Маскова. Значит, в этом году Российская Академия Наук начала и заканчивает, и уже фактически закончила. Печатание 24 томов собрание сочинения Академика Вернадского. Вы потихоньку там показываете все. Значит, здесь представлены… Кто может, читайте, я буду говорить свое. И чтобы побыстрее. Значит, вы прокручиваете потихоньку. Там представлено содержание всех 24 томов. Всех. Значит, кому нужно это все в электронном виде, пожалуйста, никаких проблем. Значит, это директор института. Там всякие картинки. Значит, на основании решения ученого совета и комиссии нашей. Можно побыстрее прокручивать даже. Значит, первое издание сочинения Вернадского было осуществлено в шести томах в 50-е годы его учеником Виноградовым, академиком, основателем и первым директором ГИАСИ РАН имени Вернадского. Затем в 90-м году академик Яншин основал библиотеку трудов Академика Вернадского. В результате этого с 92-го года по 2010-й год мы выпустили 16 томов Вернадского. В этом году мы предприняли издание 24 томов. Значит, много или мало это от всего наследия, которое имеется в архивах Вернадского. Я вам приведу такие цифры, маленькие совсем. Значит, только в архиве Российской Академии Наук фонд 518, фонд Вернадского, насчитывает порядка 140 тысяч листов. Значит, сколько страниц будет у нас издано в 24 томовнике? Порядка 17 тысяч. То есть, фактически, это самая-самая верхушка айсберга. Всем еще работать и работать над творческим наследием Вернадского. Но кроме того, что наследие Вернадского хранится в Российской Академии Наук, значит, большой фонд имеется в США, в Гарварде, большой фонд имеется во Франции, большой фонд имеется на Украине, большой фонд имеется в разных странах Западной Европы. Можете себе представить, какой необъятный объем работы еще предстоит будущим поколениям. И завершая свое выступление, я хочу привести одну маленькую цитату Вернадского из его работы «От автотроф на человечество», которую он опубликовал на французском языке в 1925 году. Послушайте, пожалуйста, она, по-моему, очень современна. Человек уничтожил девственную природу. Он внес в нее массу неизвестных новых химических соединений и новых форм жизни, культурных пород, животных и растений. Он изменил в течении всех геохимических реакций. Лик планеты стал новым и пришел в состояние непрерывных потрясений. Но человеку не удалось до сих пор достигнуть в этой новой сфере необходимой обеспеченности своей жизни. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас мы опять продолжим награждение. И, насколько я понимаю, в этой церемонии придет уже Елена Владимировна Сударевна. Все, да? Тогда заместитель. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень приятно, в честь Дубкова, наградить действительно замечательных... На трибуне, на трибуне, ближе к фиропуне, там будет все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кто-то может быть бы, говорит? А, нет, 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 все есть. Все в порядке. АПЛОДИСМЕНТЫ Большая честь награждать сегодня таких выдающихся людей, которые занимаются действительно проблемами цивилизации и развития цивилизации. Поэтому сейчас мне бы хотелось наградить памятной медалью 150 лет со дня рождения Вернадского Обросимова Николая Васильевича, ответственного сотрудника администрации президента Российской Федерации, Акимова Владимира Александровича. Николай Васильевич за вклад в разработку глобальной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Ермилина Ольга Павловна, первый заместитель генерального директора Института экономической стратегии. Ольга Павловна, она в хлопотах. Кушлин Валерий Иванович, Ольга Павловна. Кушлин Валерий Иванович. Кушлин Валерий Иванович, Ольга Павловна. Перская Виктория Вадимовна. Пен Мин Куань, генеральный секретарь организации по поддержке глобальной цивилизации. Пен Мин Куань, генеральный секретарь. Пен Мин Куань, генеральный секретарь. Профессор Ливанского университета, ректор Открытого университета, диалога цивилизаций. Спасибо, очень приятно. Конечно, конечно. Так, это, конечно, большая честь для меня, высокое признание в этом прекрасном зале, в здании Академии наук Российской Федерации. Это гений не только российской науки, это гений мировой науки. Это ученый с большой, великий действительно ученый. Просто много об этом можно говорить, но я хочу просто сообщить вам следующее. Нам нужно делать все по всему миру, распространять идеи, миссии, философии великого Вернадского. И в связи с этим, в этом году, поскольку вы знаете, что и ЮНЕСКО, и несколько стран отмечали 150 лет вожжения Вернадского, я от имени Ливана Российского дома, от имени Открытого университета биологических и длежащих вместе с международным институтом Петерима Сорокина и англофонный университет Ноттердан-Уайзи в Ливане, мы хотели организовать международные конференции под названием «Ниосфера Вернадского и цивилизация будущего». Не состояла эта конференция в этом году, но обязательно будет состоять в последние декады апреля следующего года, и мы намерены издавать книгу минимум на трех языках, если не на четырех языках, а работы конференции, и мы будем подключить новые идеи, новые материалы о Вернадске. Скорее всего, это будет эта книга на русском, на арабском, на французском и, может быть, на английском языке. Так что это маленький жест в адрес этого великого ученого. Давайте побольше распространим идеи, просвещаем ум людей на нашей планете, и пусть побольше люди узнают о достижении, о гении этого русского человека. Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Господин Мартин Пасквалетти. Господин Джан Вань Джон. Госпожа Джан Лань. АПЛОДИСМЕНТНЫ wert. Esther Songтенко. Спасибо. Хотела бы призвать участников продолжать благородную деятельность, связанную по поддержке глобальной цивилизации. Спасибо. Робин Мэтьё, Великобритания. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. Вернадского Вернадского является основной основной основой основной основой основной основой для развития как теории устойчивого развития. Ну, я считаю, что теория пока еще не создана. Она только развивается. можно говорить, пожалуй, о концепции устойчивого развития. Вот. Хотя, так сказать, стратегия уже принята. Но в то же время и эта последняя, так сказать, теория устойчивого развития оказывает влияние на развитие теории, на ноосферы. Появляются, собственно, новые идеи, более современные, которые говорят о том, что предложенная классиками идея на ноосферы как торжества разума на нашей планете, она обретает свои конкретные очертания. Я думаю, что материалы нашей секции, в общем-то, представляют значительный интерес. Вот. И они опубликованы в этом журнале. Я, в общем, все смотрел. Ну, все или почти все. Те доклады, которые еще не опубликованы, Юрий Владимирович сказал, что они будут опубликованы в следующем журнале. Поэтому, я думаю, что можно авторам, которые, ну, не успели там, сдать, предложить, выступить, передавать вот материалы. И они будут опубликованы в очень престижном этом журнале «Партнерство цивилизации». На этом разрешите поблагодарить вас всех за присутствие, докладчиков за выступления и дискуссии. Спасибо большое всем участникам нашей сессии. «Двенадцатый третий, да. Да, «Двенадцатый третий». «Двенадцатый третий». Да, «Двенадцатый третий». Спасибо. Давайте приседать с вами, пожалуйста. Спасибо.